МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это Дмитрий Книгой. Новости Ленинского района. Смотрите сегодня в нашем выпуске. В муниципалитете обновляют дорожную разметку. Ограничение скорости 40-20, знака 1-2 средите. В Ленинском районе продолжают чествовать заслуженных работников, достигших пенсионного возраста. Пока рановато выходить. Еще думаю поработать. Туристический слет школы безопасности состоялся в четвертый раз. Это как раз выходит один раз в год только именно здесь. Поэтому здесь очень нравится. Весенний период – это время приведения автодорог в надлежащий вид. В соответствии с требованиями безопасности дорожного движения обновляется и разметка. Особое внимание уделяется проезжей части вблизи образовательных учреждений. Так, свежая маркировка, сигнализирующая водителей о том, что впереди пешеходы уже радуют глаз посетителей бассейна «Дельфин». А также учеников и преподавателей видновской гимназии. Причем обновили не только переходы, но и обязательные в таких местах дорожные знаки. Ограничение скорости 40-20, знака 1,2 среди детей и ДН обязательно перед пешеходниками, вот около где дети переходят дорогу. Кроме того, некоторые знаки продублировали на самом дорожном полотне. Обновление проводится сейчас вблизи всех школ и детских садов Видного. А чтобы неудобств для жителей было как можно меньше, дорожники в основном выходят на службу в утренние или дневные часы. В Ленинском районе возрождают старую традицию честовать тружеников производства, уходящих на заслуженный отдых. Более 35 лет Павел Спасенков отработал в сфере дорожного хозяйства, заслужил уважение и авторитет среди коллег. И вот настало время выхода на пенсию. Многие, с кем работает Павел Михайлович, пришли в актовый зал здания управляющей компании ЖКХ, чтобы поприсутствовать на церемонии проводов на заслуженный отдых своего коллеги. Героя торжественного события поприветствовал заместитель главы муниципалитета Сергей Гаврилов. Ваш профессиональный опыт, ваш жизненный опыт оценили в коллективе. Вы зарекомендовали себя как квалифицированный специалист, который умеет принимать серьезные решения и действовать всегда в интересах дела. Сергей Гаврилов вручил Павлу Михайловичу медаль «90 лет Ленинскому району» и почетную грамоту от главы муниципалитета. Слова благодарности за совместный труд выразили и коллеги, работающие под руководством Павла Спасенкова. Отдельные слова благодарности за труд выразил генеральный директор Дорсервиса Дмитрий Полежаев. Очень приятно работать с вами, очень приятно, когда в коллективе находятся, знаете, как в футболе есть такое понятие, как дядька в раздевалке. Так, когда есть молодежь в команде, а есть дядька, который в раздевалке может и напихать, и объяснить, и спокойно рассудить, и остудить пыл в случае чего. Вот такой дядька нужен, и за то, что у нас такой дядька есть, вам большое спасибо. Сам же виновник праздника отметил, что всегда считал свою работу важной и необходимой. Мне все нравится в этой работе. То, что работа направленная нашего предприятия и раньше, и сейчас на введение чистоты, порядка, благоустройства в городе. Поэтому работа для людей. Уходить на заслуженный отдых в прямом смысле этого слова Павел Михайлович не собирается. Пока рановато выходить. Еще думаю поработать. Очень важно и очень нужно. У меня двое детей по шесть лет. Поэтому еще нескоро я на пенсию пойду. Отгремели победные салюты, прошли торжественные парады, неоднократно исполнены военные песни и прочитаны стихи. Праздничная суета превратилась в будничную. И все же, по традиции, в течение всего мая проводятся мероприятия, связанные с этим великим праздником. Так в библиотеке поселка Развилка состоялся концерт по волнам памяти. В библиотеке поселка Развилка прошел памятный вечер песни военных лет. Собираться после праздников и еще раз вспоминать войну ее героев стало уже традицией для местных жителей. Когда-то года три-четыре назад мы впервые провели вечер военной песни. И так это понравилось нашим жителям, что этот праздник стал традиционным. И ежегодно после майских праздников мы проводим такое мероприятие, вечер военной песни, на котором мы поем песни о войне, читаем стихи, вспоминаем о подвигах, приглашаем, чествуем ветеранов. Сегодня мы собрались с вами, чтобы вспомнить тех, кто завевал великую победу для нашей страны. Тех, кто отдал свою жизнь за нас, за наших детей, за наших внуков. Вспомнить тех, кто подарил нам сегодня мирное небо. На мероприятие Грачева Юлия со своей дочкой Яной пришли впервые. Юлия написала для вечера стихотворение про своего дядю, который ушел на фронт и не вернулся. А ее дочь Яна прочитала его со сцены. Стихотворение называется «Он шел на фронт». Мне было очень интересно понять и воссоздать историю этой трагедии, как он решился пойти, как он с гордостью шел на фронт защищать свою любимую родину. И о том, что он был не один, что таких молодых ребят было очень много. Меня очень трогает эта история, потому что война очень страшная вещь. И, конечно же, он пошел на фронт только уже в 19 лет и умер первые дни войны. Василий Щеглов не пропускает ни одного концерта. И с удовольствием исполняет как общеизвестные песни, так и те, которые написал сам. По его словам, более благодарный теплый публики нигде не видел. Мы поем эти песни, мы вдохновляемся ими, потому что эти песни, не знаю, кровью написаны, если можно так выразиться, нашими предками, не так далекими, кстати. И эти песни помогают нам самим и духом крепнуть, и детям своим доносить, чтобы было такое время, и что мы смогли его пережить благодаря нашим ветеранам. Не так давно в развилке появился собственный хор. Выступать на сегодняшний вечер пришла женская половина команды. Пять песен о памяти, подвигах жизни, смерти и любви исполнили прекрасные голоса. На сегодняшнем вечере я чувствую тепло, я чувствую тепло песен. Такую лирику, такая красота льется вот с этих песен, вот она как-то разогревает. Учеников Развилковской школы до глубины души тронули истории из жизни юных Зины Портновой и Вити Хоменко. Они были поражены храбростью и мужеством героев и посвятили им номер, где еще раз напомнили о подвигах пионеров. Юлы Мстители и Зину избрали членом ее комитета. Она участвовала в дерзких операциях против врага. Завершили концерт любимой Катюши. Воспевание России, красота исполняемых песен, смех и слезы – все было сегодня. Память – главное слово вечера. Именно она передается из поколения в поколение вот уже более 70 лет. Анастасия Горелова, Евгений Садовский, Сергей Ларин, Видное ТВ. Рукопашный бой является одним из самых древних боевых искусств, которые и по сей день пользуются популярностью. Ежегодно в мае в Ленинском районе проходят важные соревнования, на которых девчонки и мальчишки состязаются за призовые места и показывают свои навыки, полученные за целый год. Наш корреспондент Анастасия Воронина продолжит. Атака за атакой, удар за ударом. В рукопашном бою нет передышек. Каждый спортсмен одержим победой и стремится быть лучше своего соперника. Соревнования – важное событие для каждого спортсмена. Это определенный этап, на котором есть возможность показать свои способности, наработанные за большой период времени, и понять свои слабые места. Открытый турнир по рукопашному бою состоялся в оздоровительном центре «Дельфин» города Видное. Проходит традиционный турнир первенства Ленинского района муниципального, первенства спортивно-оздоровительного центра «Дельфин» и, соответственно, мегаполис «Фэмфэмилифит». Сегодня принимают участие дети в возрастных категориях 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 лет. Рукопашный бой воспитывает в человеке дух соперничества, закаляет волю и характер. Опознать это боевое искусство и добиться положительного результата помогает опытный тренер, особенно без наставлений которого никак не обойтись на соревнованиях. Ярин, двоечка, проход, двоечка, проход! Сергей Александров занимается рукопашным боем уже три года и считает, что одержать победу на соревнованиях можно только благодаря интенсивным тренировкам. В партере боремся, потом в конце тренировки, в спарринге. Тренер нам объясняет постоянно, как лучше. Это помогает. За ходом боя на каждом ковре следили опытные рефери, которым зачастую приходилось разбираться в сложных спортивных ситуациях. Все зависит, конечно, от уровня судей. Определяется по технике, по активности, определенный набор правил, которые дает определить спортсмены, даже при наличии одинакового листа баллов и равенства. Главной поддержкой борцов, конечно, были их родители, которые, как, например, Татьяна Ускова, переживали за своих детей не меньше их самих. Я говорю, Рома, ты иди бейся, а я буду за тебя бояться. А братья Дмитрий и Ярослав Марашовы вместе занимаются рукопашным боем. Только состязаются в разных весовых и возрастных категориях. Поэтому успевают в небольших перерывах следить друг за другом и обмениваться нужными советами. Сейчас на ковре дерется мой брат, и, видимо, он выигрывает в 10-11 лет, хотя ему сегодня только исполнено с 10. В завершении турнира всех спортсменов ждали на торжественном награждении, где юным борцам вручили заслуженные медали и грамоты. Поддержим победителей! Занимаясь рукопашным боем, спортсмены способны защитить себя и своих близких от любых опасностей. Поэтому иметь навыки этого боевого искусства не только интересно, но и нужно. Ведь никто не знает, какая ситуация может произойти в жизни каждого из нас. Анастасия Воронина, Сергей Ларин, Видное ТВ. В Григорчикове в четвертый раз прошел туристический слет школы безопасности. На протяжении двух дней 10 команд из школ муниципалитета жили в палатках и соревновались между собой, определяя лучший туристический состав. Наша съемочная группа понаблюдала за состязаниями юных туристов. Правила участия в слете соревнований школы безопасности жестко регламентированы. От каждой школы допускается по одной команде в составе 10 человек. Из них минимум две девушки и два руководителя группы юных туристов, которые готовят ребят. Готовимся серьезно, ответственно подходим к такому прекрасному мероприятию. Очень здорово, что ежегодно проводятся такие соревнования, которые детям дают возможность почувствовать себя настоящими туристами. Каждый коллектив проходит так называемую полосу выживания. Пятикилометровую дистанцию с различными испытаниями. Вот команда из седьмой школы подходит к заключительному этапу транспортировки человека с серьезной травмой. Участникам необходимо как можно быстрее соорудить носилки, оказать первую помощь пострадавшему и дойти до финиша. Задачами лучше всех справляется Ярослав Ильин, однако выше других негласный лидер команды себя не ставит. Мы сложный коллектив, нам не надо как-то командовать друг другом, мы все равны. После финиша команды отправляются по своим лагерям, где они отдыхают после насыщенной испытаниями дистанции. Но полежать на солнышке не придется, надо дров нарубить и обед приготовить. С хорошим настроением, как у юных туристов, любое дело спорится быстрее. Здесь собраны те, кто любит походно-туристический досуг и хорошо знает, что отдых – это смена видов деятельности. Ну, это как раз-таки выходит один раз в год только, именно здесь. Поэтому здесь очень нравится. В принципе, в городе же так не отдохнешь. Для участия командам было необходимо только желание и рюкзак с вещами за спиной. Все остальное им предоставили организаторы туристического слета. Условия для проживания детей и сопровождающих в частности. Вы видите, как хорошо окошена поляна. Она обработана противоклещевым раствором. Также мы обеспечиваем доставку чистой артизанской воды для детишек. Помимо этого, на каждом испытании дежурили сотрудники спасательной службы, которые не только контролировали, но и оценивали действия участников. Проводим мы соревнования совместно с Центроспасом МЧС России. То есть ребята нам помогают. Это наши главные судьи, которые находятся в лесу и обеспечивают безопасность наших участников. Победную гегемонию с самого начала зародили участники из школы поселка Измайлово, которая уже два года подряд становится чемпионами туристического слета школы безопасности. Вот и в этот раз коллектив не собирался уезжать без победы. У нас очень хороший капитан команды. Он умеет вести за собой ребят Шарипов, Актелек. Ну и ребята уже дружная команда, слаженная. Поэтому это, в общем-то, их заслуги и их победы. Однако главным для всех участников была вовсе не победа, а возможность провести время в лесной чаще, сидя у костра с друзьями и поучаствовать в сложных, но полезных испытаниях. И о погоде. Завтра ожидается переменная облачность. Днем до плюс 25, ночью плюс 14 без дождей. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. На сегодня это все. Желаю вам только хороших новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин